Что, солдат, ссымся? Так точно! Ссусь! Ну, это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысыться бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь. Так, чтобы вы шарили. Кто отхреначил полгода, тот молодой. Он шестерит черпаку. Это, который прослужил год. Черпак ходит под дедом. Дед разменял полтора. Он уважает дембель. Ясно? Переведи на наш. Перевожу. Жизнь ваша полная параша. В армии вы духи бесплотные. Духов чмурят все. Дык? Любопытно, а в чём это выражается? Вот видите этих прекрасных парней во главе со старшим сержантом Лавровым. Им ноги мыть по сроку службы не положено. А чистоту они любят. Будете им портянки стирать с детским мылом. Дембеля микробов боятся. Передай этим прекрасным парням во главе со старшим сержантом Лавровым, что к стирке у нас интереса совсем нет. Мы родину пришли защищать. Порву как тузик грелку. А вы не скажете, где у вас тут медсанчасть? Прямо и направо. Знаете, какая радость у духа? Какая? Дух рано или поздно становится дембелем. А перед дембелем лежат все мечты. Потому что любят его очень и здесь, и там. Пожарные берут и в милицию. Там курорт от профсоюза. Бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками. Так и плачут по дембелю. Потому что дембеля больше в армию не берут. Если соскучитесь, милости просим. И помните, для хороших людей армия родная мать, а для плохих теща. После душа прапор выдал нам портянки и показал, как их повязывать. Это вам не это. Понятно. Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты. Причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл. В этом наша стратегия. Отсюда, ребятки, наша родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Военные. А нам оружие дадут? Триста тридцать пять. Почему я в армии? Сколько мне лет? И отчего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне двадцать девять, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Положительно, в армии есть свои плюсы. С солдата взять нечего, отсюда опять же искренность отношений. Угу. И режим же опять же. Читай, Беркут. Я, Бабков Геннадий Романович, торжественно присягаю на верность в своей родине, Российской Федерации. Что наша жизнь? Игра. А самая азартная игра начинается тогда, когда на кону, как минимум, твое здоровье. Но еще прикольнее, если жизнь. Можно давать вприку. Только армия способна раскрыть ваши внутренние резервы и превратить тухлых мечтателей в покорителей звездных меридианов и прочего межгалактического продукта. Вот взять меня. Кем я был? А кем я стал? Мягко говоря, всем. А почему? Да потому что я русский солдат. А русский солдат никогда не сдается. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна. Субтитры создавал DimaTorzok